Всем привет! Вы на канале Форд Мака, и сегодня в этом выпуске реакции мы самозаценим видео с канала Вандерноуп, посвященное ФНАФу. Ну куда же без ФНАФа? ФНАФ меня просто не отпускает, судя по последним видео на канале. Все еще живой фандом ФНАФа. Да, ФНАФ умирать не собирается. Что бы я ни говорил про секьюлий Тепнич, как бы она мне не понравилась после моего личного прохождения, но один плюс у нее есть. Огромнейший плюс. То, что она вернула фандом, так сказать, в русло хайпа. Что люди продолжают по полной творить новый контент, и порой некоторые, опять же, арты, некоторые, опять же, идеи и наработки куда лучше, чем некоторые полноценные части, что просто поражает. Я реально рад, что фандом ФНАФа обрел новую жизнь. Это прекрасно. И по факту фандом ФНАФа живет последние годы как Уильям Афтон. He always come back. Серьезно, несмотря на все дерьмо, что происходит в этой франшизе, они все равно возвращаются. Новые игры, новый контент. Но давайте же узнаем мнение Вандерноупа по этой ситуации, что же он думает. Но перед началом реакции, конечно, лайк, подписочка, переподписочка с колокольчиком, чтобы не было без башку Ютуба, и вам нормально приходили уведомления, побольше комментариев для продвижения видео. И огромная благодарность крутейшим донатерам, имена которых вы совсем скоро увидите. Ссылочка в описании. Ну что же, поехали. ФНАФ мертв? Таким вопросом я задался летом ушедшего года, когда всем вам известная культура отмены добралась до Скотта Коутона, создателя этой серии игр. Казалось бы, создатели отменили, значит игры перестанут делаться или будут уже совершенно другими, а вместе с этим окончательно затухнет еле барахтающийся фандом. И я действительно так считал, с грустью пересматривал реакции на скрин. Реально, после такой культуры отмены уже боюсь, что твоего любимого автора просто отменят, и ты не увидишь от него ничего нового. Реально, пугает на самом деле вся вот эта культура. ...смешные аниматики, переслушивал песни Тампстоуна и в очередной раз поражался с количеством теорий, которые когда-то выпускали совсем молодые ютуберы. Прокрутив пару раз вышеописанный цикл, я убрал тему ФНАФа на дальнюю полку своего разума. Но тут, спустя полгода после атаки твиттера, выходит новая часть, которая, как живая вода, поднимает комьюнити с холодного пола и вновь заставляет танцевать, как в далеком 2014 году. Летсплей, теории, аниматики, мемы. Все это будто перемещает тебя в прошлое, когда солнце казалось ярче, трава зеленее, а игры страшнее. И меня, человека, который уже дважды погружался в эту фан-базу, не могло не порадовать такое вот возвращение. Мне аж захотелось поделиться этим с вами, высказать свое мнение и рассказать, как нынче поживают фанаты пяти ночей с Фредди. Так что, как в старые добрые, хватайте хавчик и баллоны с кислородом, ведь мы погружаемся в фандом ФНАФа. Чего бы мне хотелось начать, так это с выстрела в голову. Той самой ситуации со Скоттом. Как все проходило? Некоторые особо хитрые пользователи сети интернет с помощью сайта OpenSecrets отрыли информацию о том, что автор серии ФНАФ донатил деньги, заработанные с помощью этой серии игр, республиканским политикам, в том числе Дональду Трампу. В общей су... Вот оно как, ребята. Человек просто задонатил, по сути, или отправил деньги по своему личному решению, куда он захотел. Круто! Вот что значит демократия, вот что значит свобода. Охренительно, ребят, потрясающе. Особенно учитывая тот факт, что, опять же, я не знаю, многие ли об этом слышали, но, как бы, Скотт еще очень много донатил на благотворительность. Так что, какого хрена? В сумме 7 тысяч зеленых. Если вы хоть немного шарите за политику, то знаете, что республиканцы являются консерваторами и зачастую довольно негативно высказываются против так любимых нами представителей ЛГБТ-комьюнити. Думаю, в чем Буча уже понятно. Мы, значит, даем деньги тебе, Скотт, за твои вот эти вот игоры, а ты их тратишь на всяких там плохих дяденек. Так нельзя. Отменяем его, ребят. Журналисты начали поднимать шум вокруг этой ситуации, что привело к массовым интернет-протестам против Скотта. После различных сливов, угроз ему, его жене, кстати, беременной на тот момент шестым ребенком, он подумал, нахер оно надо, и объявил о своем уходе на пенсию с помощью довольно трогательного и слезливого поста на реддите. Что заставило улыбнуться маленькую часть очень громких людей и очень сильно опечалило примерно половину интернета. В русском сегменте вообще почти каждый крутил пальцем у виска, смотря на твиттеровские приколы. Думаю, вам не стоит объяснять, почему Скотт не виноват в том, что у него есть собственные политические взгляды, и в том, что он потратил честно заработанные деньги, которыми по закону может распоряжаться как захочет. Но даже если предположить, что Скотт поступил неправильно, поделившись крошкой денег, а я думаю, что на государственном уровне 7 тысяч это немного, с плохими политиканами, то почему бы не вспомнить, сколько денег он дал людям хорошим? А я скажу, сколько. Свыше миллиона долларов различным благотворительным организациям. Вот что тут у нас, посмотрим, госпиталь святого Иуды, ну, Сент-Джудзе или там Джуде, то есть в больнице, в благотворительные фонды человек тратил более миллиона. Огромные деньги на помощь людям, учитывая, что, по-моему, он христианин еще и действительно верит в то, что стоит поднимать, опять же, с колен многие такие благотворительные организации. Какого тогда фига? Из-за того, что он потратил небольшие деньги по меркам государственного уровня, тогда его надо отменять. Ребят, это просто несозмеримые вещи. Типа, из-за одного поступка, который является исключительно субъективным, личным, человека отменять просто потому, что... Ну, ты нам не нравишься, типа, блин. Вот такая она свобода. Никакой свободы, блин. Просто великолепно. Опять же, я знаю, что это выглядит кринжово, что я бомблю, но, ребята, это реально тупо. Это просто тупорывость какая-то абсолютно конченная. В сети до сих пор гуляет видос, где Давка, популярный ФНАФ-ютубер, получает донат в 100 тысяч долларов от Скотта. Это, на секундочку, больше на 93, чем 7. Даже на поддержку радужного комьюнити он закинул 50 кусков. Отменим его, потому что он республиканец, не уважает... О, стойте! Он на поддержку скинул деньги, не так ли? Ребята, это что такое? Это что за лицемерие, а? Что-то тут не так. Честно, мне реально жаль Скотта, что он и его женат это все перетерпели. Это пипец. Через того же Давка, что тоже больше 7. И самое обидное, что среди этой кучки агрессивных активистов, вряд ли было много фанатов самого ФНАФа, что бы кто ни говорил. Людей, которые думали, что Скотт их предал, очень мало. Ну, мне хочется в это верить, ведь все-таки западный мир страшная штука. К счастью для настоящих фанатов, сам ФНАФ на этом не заканчивался. Как сказал Скотт в том же посте, франшиза будет передана в надежные руки и продолжит жить под чужим крылом. Что, в принципе, и произошло. Сталь Шерсть Студио завершила новую игру и выпустила ее в декабре 2021 года. Но, несмотря на это, когда я смотрел в трейлере, в разуме моем таилось сомнение. Будет ли этот ФНАФ тем самым? И будет ли он вообще кому-то нужен? И как показало время, еще как. Да. Еще как люди скучали по этой франшизе. В первые дни после выхода ролики с летсплеями выходили в тренды и собирали просто невероятные цифры для русского сегмента геймеров. Вот настолько ребятки изголодались по этим играм. Это был настоящий праздник с пиццей, закусками и роботами, которые явно не подходят для развлечения детей. И хоть сам ФНАФ стал совершенно другим, комьюнити осталось прежним. Спустя полтора месяца после выхода я могу об этом смело заявить. И за доказательствами далеко бегать не надо. Заглянем на старый добрый ютубчик. Все составляющие ФНАФ фандома на месте. Летсплей, теории, музыкальные видосы, непонятные аниматики. А еще к этому всему добавилось кое-что новое. В последний год достаточно популярными, особенно среди школьной аудитории, стали мем-каналы. И множество видосов на них... Черт вы, мемы с Монти. Целые каналы на этом основываются. ...также стали затрагивать тему нового ФНАФа. Честно скажу, с мемов про Монти я очень... Кринжевал. И это, по-вашему, страшно? Самое страшное тут это обилие этих видосов на ютубе. Подобными роликами заполнился не только ютуб, но и наш другой фаворит. Тикток. Кроме них там также есть исконно тиктоковские форматы, вылески из аниматиков на ютубе, пугающие своей кривостью местные аниматики и даже, признаюсь, сносные приколямбы. Кто-то мужчин, ради которых я готов стать геем. Никто, потому что я гетеросексуал, мужчины меня совершенно не интересуют. Номер два. Ну и, конечно, видео, проявляющее излишнюю любовь к определенным персонажам. Это тоже что-то новенькое от 9 ФНАФа из-за его изменений по сравнению с другими частями. Конечно же, я говорю про солнце и луну. Эта парочка заполнила не только тикток, но и, в принципе, интернет. Сколько интересных артов с ними есть, даже не представляете. Любят у нас почему-то эджи персонажей с биполярочкой и другими психическими расстройствами. Мда. Ага. И это, по-вашему, страшно? Ваше страшно. Признаю. Обосрался. Ну, я пойду. А чем только не полнятся ютубовские стены из видосов. Ну, летсплеи и даже теории опустим, это уже всем известно. Летсплей это вообще дело такое. Я вот сам люблю в игры играть. А новый ФНАФ тем более хотелось бы лично опробовать. И знаете что? Конечно, знаете. Я вновь устрою ФНАФ стрим. В эту пятницу примерно в 6 вечера по МСК. Обязательно приходите. Возможно, это будет даже последний. Но я уже его пропустил, понимаешь? Потому что я решил завести лайв-канал для стримов и нарезок. Мы там в новый ФНАФ уже играли. И сегодня там еще выйдет монтажик по тому стриму. Заходите, может понравится. И если это смотрит какой-то реакционер, то имей совесть. Не вырезай кусок с моей саморекламой. Спасибо. А то я уже поднимал эту тему в видосе с ответами на вопросы. Двойная самореклама. Но вернемся к Ютубу. Кроме того, всяких роликов там есть. К примеру, ФНАФ ВИЧС. Помните такие? Ох, твою мать. Вот честно, многие из этих видео реально напрягали. Вот что-что, но ВИЧС ФНАФ какой же он одновременно неуютный, но при этом завораживающий. Ты хочешь его смотреть до конца, даже понимая тот факт, что ты, возможно, обосрешь свои портки по полной. Вот честно, настолько они хороши. И чувствуют себя прекрасно. Есть годные аниматики. И тут меня кое-что удивило. Канал ГХС выглядит как набор детских трэш-видосов. Но включив рандомные из них, я увидел это. Главное, кайфовая анимация. Вопрос. Кто это рисует и как долго их держат в подвале? Дают ли им еду и видятся с семьей? Ну, блин, выглядит слишком круто. Серьезно. И если это не их анимация, то подскажите в комментах чья. Идем дальше. Есть наркомания из тиктока, хотя я уже это упоминал. Ну ладно, вот вам озвучки комиксов. Такие и вот такие. И... А, тут еще есть... Я прожил 100 дней за аниматроником Монти. И... Меня приютила семья аниматроник. Да ладно, это все шутки. На сугубо мой взгляд, подобных штук стало несколько меньше. Что неудивительно, так как за 6 лет детишки, фанатеющие от страшных медведей, стали уже вполне взрослыми ребятами. У которых теперь... Другие предпочтения. Я не знаю, но меня в каком-то смысле очень веселит излишняя любовь не только к небесным светилам, но и к роботу-волчице Рокси, которая стала объектом обожания некоторых пользователей интернета с особо утонченными вкусами. Особыми. И это... По-вашему страшно? У-у-у. Да. А? Похочено. Но отвлечемся от интернет-чудиков и вернемся к теме музыкальных видосов. Трек Getaway от Trichard Ninja, довольно известного человека в кругу ФНАФ песен, приятно меня удивил. Очень советую заценить, если еще этого не сделали. Хороший визуал, отличный мотив и нотки Синтвейва, это прям то, что нужно для первой такой игру. Единственным ниндзей обходится интернет. Есть еще работа от Маудзи с достаточно годной анимацией, хоть и странным вокалом. Есть нарисованные и в классическом стиле, также на приличном уровне. Эм... Да. Но музыка в них зачастую очень тривиальная. Могу еще посоветовать полноценно санимированный клип Total Insecurity. Как минимум картинкой точно насладитесь. Она тут на крайне высоком уровне, только гляньте. Ну и мой фаворит. Блин, какая плавная анимация, да и стилистика такая более... Мультяшная, но... Черт, это... Это красиво. Так, чувствую, после этого ролика я много клипов посмотрю. Мэшап темы садика с Оксимироном. За которые почему-то кидают авторские права. Вот честно, я помню, делаю реакцию Тан Сумочкина по Секрети Блич, и мне сразу же кинули авторские права на эту песню. Я так понимаю, что Стилл Луд, походу, просто выкупили на нее права. В общем, музыкальная часть этого фандома все так же блещет разношерстными треками. И... Все так же... Жива. На самом деле, все эти штуки, кринжовые видосики, музыкальные композиции, теории, летсплеи, это все своеобразные кусочки комьюнити, которые позволяют ему развиваться, двигаться дальше и... жить. И каждая из этих вещей, что я описывал выше, даже самая трешовая, при своем виде вызывает у меня приятную улыбку. И не только из-за ностальгических чувств, хотя они тоже играют роль. Я как будто переношусь во времена вечных теорий, или в то время, когда я делал первые видосы по ФНАФу. Очень приятные воспоминания. Но еще причина в том, что все это показывает, что фандом жив. И более того, он и не собирался умирать. Люди просто ждали, и когда игра вышла, интернет взорвался, и наблюдать за всем этим было уже не коринжово, не раздражающе, а приятно. Мне кажется, с каждым видосом я все мягче становлюсь относиться к фандомам, даже к самым странным его частям. Хотя любой негатив, которым полно и эта комьюнити, я не принимаю. К примеру, в том же ТикТоке, по рассказам из комментов, идет дедовщина новых фанатов, которые пришли с Секьюрити Бридж. Опять же, это вечная полемика, кто Тру Олд, а кто просто понтуется. Такое я не уважаю, и вам советую делать то же самое. Но фандом априори не может быть просто хорошим, а вот полниться хорошими вещами, это да. Опять же, даже я, учитывая, что я недолюбливаю Секьюрити Бридж, и считаю его так-так-так себешной игрой, если вам нравится Секьюрити Бридж, играйте в него. Я считаю, что самое хреновое, это когда человек просто говорит, что типа, да, мне не нравится, но при этом он не просто скажет, что ему не нравится, а он составит вас не играть в эту игру. Вы типа, не покупайте эту игру, она не стоит того, какого черта? Опять же, хотите, играйте, это лично ваше дело. Вот, поменьше бы таких, опять же, людей, которые натурально просто устраивают именно что травлю, когда, знаете, типа, ты сыграл, ты говнюк, ты не играл, ты тоже говнюк. В чем смысл? В том же посте с Реддита, о котором я говорил вначале, Скотт рассказывал, насколько он поражен, что комьюнити, созданное его игрой, такое творческое и креативное. И в его словах есть правда, даже во времена застоя, когда Скотт... Даже не просто правда, это факт. Реально, ФНАФ это один из самых творческих фандомов, наверное, в истории в интернете. Вот честно, такое количество фанатских игр, различных артов, проектов, это просто взрывает мозг. Столько всего по довольно-таки незавнасловатому, простенькому проектору, который только начинался в 2014 году. Просто шок. ...менили, а новая игра еще не вышла. Был один ролик, который довольно сильно меня поразил. Огромная работа, проделанная множеством художников. Я говорю про реанимированную серию Рэгдейса, вышедшую под руководством Макса Криша на канале Тайфуна. Надо бы его посмотреть, мне его так часто рекомендовали, да и... Я обязан посмотреть Рэгдейс. 8 месяцев работы, более сотни авторов. И все это про полупьяный серик с аниматрониками в Гаррис моде. Я просто не могу осознать, сколько сил было в это вложено. Был создан отдельный дискорд сервер, где собирали всех желающих поучаствовать. И ясное дело, были проблемы, не зря же все делалось так долго. Незадачливые и слишком занятые аниматоры, переносы сроков, да и вообще контролировать свыше 100 человек, задача явно не из простых. Но результат того стоил. Спасибо Максу Кришу, который поделился инфой об этом долгострое. И спасибо за такую годноту, расшевелившую полумертвый в то время фантом. Собрал ролик прилично. Конечно, не столько, как реакции на него. Вот это действительно страшно. Но да ладно. Главное, что ролик хороший. Это главное. Возвращаясь к вопросу из самого начала. ФНАФ умер? И ответ, очевидно, нет. Во многом, конечно, благодаря новой игре. И разумеется, многие продолжат кричать про конвейерность этой серии. Но сегодня я говорю не про качество этих интерактивных развлечений, а про их фандом. А он уж точно живее всех живых. Надолго? Посмотрим. Вообще, жизнеспособность любого фандома вопрос сложный и зависит от того, что вообще вы подразумеваете под словом фандом. Я и сам не до конца могу ответить на этот вопрос. Но вот то, что я точно знаю, что ФНАФ жив. И меня это радует. А это, по крайней мере для меня, самое главное. Спасибо вам, что посмотрели этот ролик, а спонсорам за поддержку канала Рублем. Как вам новый ФНАФ и все, что крутится вокруг него? Мне кажется, странно отрицать, что людям как минимум весело. Вот и вам желаю только веселья. Заглядывайте на стрим-канал, не забывайте переходить на WoW Sirius и не тусите в торговых центрах по ночам. Но так или иначе, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я бы поночевал в вашане. Пока. Окейшки, ребята. Вот такое вот видео получилось у Вандерноупа. И я на самом деле реально рад тому, что фандом жив. Что открылось второе дыхание. Да. Как я уже говорил, возможно. Но это лично, по моему мнению, игра не самая шикарная. Но факт того, что фандом, по сути говоря, обрел новое дыхание и творит с усиленным, как говорится, рвением. Это просто поражает. Это прекрасно. Я считаю, что нужно побольше, опять же, вот подобных случаев, когда фандомы возвращаются вот таким вот проектом. Честно. Очень много фандомов, которые умирают просто потому, что компании на них забивают. Либо просто нет никаких, опять же, новых проектов. Те же, вспомним, игры от Konami. Там вообще кошмар. Но, блин. Будет интересно посмотреть, когда выйдет уже дополнительный контент. Когда уже появится обновление с улучшениями, опять же, чтобы управили баги. Некоторые ошибки. Игра стала свежее, круче. Я надеюсь, что все-таки у Security Breach получится показать тебя в более, как говорится, ярком и более чистом, как говорится, виде. Надеюсь на это. Надеюсь, что Стали Шерсть покажет тебе во всей красе. Респектуруйте лайкос этому видео. Спасибо, Undernope. А я же жду новые, так сказать, новости по ФНАФу, что будет дальше. Надеюсь, что все будет куда лучше и страшнее. Субтитры сделал DimaTorzok